Туканские подразделения нарушения своих обязательств о прекращении огня сегодня в 13 часов 50 минут начали атаковать нашу позицию. После проведения артиллерийской подготовки с применением орудий калибром 152 мм, подразделения противника пришли в атаку силами до одной роты в районе Северного-Кухолейнска при поддержке миномерного огня. В настоящее время нет бой. Украинская страна всеми силами пытается занять территорию серой зоны, так называемой, и стабилизирует обстановку в районах населения Водяна и Широкина. Хотел бы напомнить, что Водяна это изначально была серая зона, которую самостоятельно заняли украинские подразделения еще в 15-м году. Привлекает для этих целей подразделения Национальной гвардии как АЗОП, так и сил специальных операций под руководством американской инструкторов. Это подтверждает обнаруженную нашей разведкой форму индивидуальной рациона питания образца НАТО. Эти данные постоянно передаются СССРК и ОБСЕ. При этом представители ОБСЕ категорически отказываются выдвигаться в эти районы для стабилизации обстановки. Бесконтрольные подразделения вооруженных сил Украины пользуют бездействием ОБСЕ. Сегодня ночью выпустили с этих позиций 95 снарядов калибром 152 мм, что можно сравнить только с действиями гитлеровской Германии по уничтожению жителей Донбасса. Хотел бы добавить о том, что постоянно наше предложение о прекращении огня в данном районе, которое мы адресуем представителям СССРК и миссию ОБСЕ, после каждого обращения эскалация только усиливается. После первого обращения украинская сторона применила танки, после второго применила артиллерию. Дополнительно после того, как было перед началом. Генерал-майор Акиминецкий с украинской стороны вообще не слышит, его полностью игнорируют. Миссию ОБСЕ вы знаете по своим мандатам. Если небезопасно, она туда не выезжает, но они тоже прилагают максимум усилий, чтобы та эскалация, которая произошла на юге, она полностью прекратилась. На данный момент это пока не происходит. В период с 8 по 14 октября основные усилия по боевой подготовке подразделений ОССР были сосредоточены на проведении командно-штабной тренировки Управления Вооруженных сил ДНР. Проводимые во взаимодействии с Министерствами и ведомствами Республики под руководством Министра обороны ДНР, генерал-лейтенанта Кононова. На тренировке отрабатывали взаимодействие между Вооруженными силами и оперативными группами от МГБ, МВД и МЧС, Министерства транспорта, таможней, военного училища и других структур. Кроме того, вниманию было уделено совместное действие по борьбе с диверсионно-разведательными группами, выявлению агентуры противника, охране и обороне критически важных объектов Республики. На этой неделе отмечается обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Противник целенаправленно провоцирует наши подразделения на ответные действия. Всего за неделю украинские силовики в 2060 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением артиллерии, танков и минометов по территории Республики 1598 раз. Обстрелы противника велись по 28 населенным пунктам. Основная вина за нарушение режима прекращения огня лежит на украинских командирах-преступниках. Командиры 46-го отдельного батальона, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Власенко», заместитель командира 58-й отдельной мотопехотной бригады Кобицкого, прошу прощения, «Власенко» – это командир 46-й батальона, командира 10-го отдельной горно-штурмовой бригады «Зубанище», командира 43-го отдельного мотопехотного батальона, 53-й отдельной мотопехотной бригады «Мацейка», командира 55-й артиллерийской бригады «Брусовик», командира 36-й отдельной бригады морской пехоты «Делятискова». Одержимость украинских силовиков развязать боевые действия оставляет за нами право действовать для защиты своих территорий более решительно. В результате преступных действий их подчиненный погиб один мирный житель, четверо получили ранения. Разрушенные получили повреждения 31 домостроения в 7 населенных пунктах. Наиболее пострадали населенные пункты Коминтерново, Саханка, Ленинска, поселок Трудовские, Александровка и Безымино. Активизация подразделений вооруженных сил Украины на юге республики и их характер действий с привлечением артиллерии и другими запрещенным минским договоренностями вооружениями говорит о намерении обострения властями Украины обстановки в зоне конфликта. Так, 8 октября противник пользует соблюдением с нашей стороны режима прекращения огня обстрелял из минометов калибром 120 и 82 мм жилые районы Селенных пунктов, Саханка и Ленинска. После чего на нашу территорию была заброшена диверсионно-разведительная группа. В ходе боестолкновения с диверсионной группой два наших военнослужащих погибли, один взят в плен. После психического и физического воздействия Службы безопасности Украины на захваченном в плен военнослужащих было выложено видео с его обращением, которое он зачитал по бумаге, чтобы скрыть причиненный ему побой. Но если кто видео видел, они заметили о том, что лицо было заретушировано и вообще не было показано. Плюс неадекватность действия военнослужащих, который качался на стуле, вел себя как-то не так, как человек, который попадает в плен. Почему? Говорим о том, что было воздействие на зону. Продолжая беспощадный обстрел населенных пунктов Сахан-Калининская, противник 11 октября с позиции 36-й террористической бригады морской пехоты осуществил обстрел витринных станций в районе населенных без имени с применением крупнокалиберной артиллерии. Целью этого ударов было нарушение подачи электричества населенных пунктов Новозовского района Донецкой Родной Республики. Данные действия в соответствии с международными нормами расследствия как терроризм. В следствии бездействия наблюдателей миссии ОБСЕ, которые в последние дни практически отказывались фиксировать нарушения со стороны Вооруженных сил Украины и принимать участие в стабилизации обстановки в южных населенных пунктах, противник предпринял попытку захватить нашу территорию на населенном Пута Ленинска. Для этого в дневное время противник двумя группами по 30 человек предпринял попытку атаки в нашей позиции с двух направлений под прикрытием минометного огня. В связи с чем мы вынуждены были открыть ответный огонь. В результате ожесточенного сопротивления нашим военнослужащим удалось отбить атаки противника, который понес потери более 15 убитыми и 25 ранеными. С нашей стороны погибли двое и было ранено пятеро защитников Нонбасса. Всего на этой неделе наши подразделения поднесли потери пятеро убитыми и девять ранеными, что совершенно не говорит о том, что украинские власти намерены решить конфликт мирным путем. В связи с данными фактами призываем руководство миссии ОБСЕ провести расследование и дать объективную оценку преступным действиям украинского военного командования, срывающий мирный процесс урегулированных конфликтов, а также оказать содействие в скорейшем возврате нашему военнослужащим, захваченному украинской диверсионной группой и подвигающей пытками в плену. В противном случае мы вынуждены действовать симметрично. На этой неделе силами нашей разведки выявлены новые доказательства нарушения вооруженных сил Украины, размещения запрещенного вооружения вблизи линии соприкосновения сторон. Так установлено на Горловском направлении танковый взвод, две батареи РСЗО БМ-21 ГРАД, батарея 152-мм ГАУЛИЦ ГЕЦИН-Б, батарея 122-мм САУ ГВАЗДИКА. На Донецком направлении танковый взвод, батарея 122-мм САУ ГВАЗДИКА, две батареи 120-мм минометов и семь беспилотников Валькирии. На Мариупольском направлении до двух танковых рот, четырех батареи 122-мм САУ ГВАЗДИКА, батарея 122-мм ГАУЛИЦ Д-30, батарея 100-мм Пушек МТ-12 РАПИРА и четырех зинитно-макетных комплексов БУК М1. Концентрация запрещенных вооружений вооруженных сил Украины вдоль линии соприкосновения отмечается в том числе за счет средств отсутствия в местах хранения. Так, представители миссии ОБСЕ своих отчетов в течение недели отметили отсутствие следующих украинских вооружений. 152-мм САУ АКАЦИЯ 14 единиц, 152-мм ГАУЛИЦ ГИОЦЕНТ-Б 18 единиц, 152-мм ГАУЛИЦ ПСТА-Б 27 единиц, 152-мм ГАУЛИЦ Д-20 22 единицы, 122-мм САУ ГВАЗДИКА 29 единиц, РСЗОГРАД 31 единица, противотанковые пушки МТ-12 65 единиц, ГАУБИЦ Д-48 85-мм 6 единиц, ТАНКОВ Т-62 и Т-74 47 единиц. Невыполнение украинской стороной требований Минска-2 стало нормой для киевских властей, в связи с чем международное сообщество приступило к пересмотру своего отношения к действиям Украины на Донбассе. Одновременно украинскими силовиками продолжается бесчинство на территории подконтрольной киевским арендущим властям, установив факты преступления вооруженных сил Украины против мирных жителей населением Путавнома-Варенка. Совсем недавно украинские преступники в состоянии алкогольного и наркотического опьянения совершили наезд на семейную пару, которая стояла у своего дома. В результате под гусеними с танкой погибла женщина. Кроме того, по данным нашей разведки и со слов местных жителей населения Путавнома-Варенка установлен факт целенаправленных обстрелов украинскими силовиками жилых домов, находящихся на окраине поселка. Обстрел участвовал с применением минометов и гранатометов. Жители утверждают, что фиксируют недолеты украинских мин и гранат, которые падают на их недомах. Все эти факты говорят о том, что каратели пришли на зелье Донбасс защищать ее от неугодных жителей. В подразделениях вооруженных сил Украины отмечается снижение морально-психологического состояния и рост преступности, взаимных безвыходностью нахождения в зоне АТО, а также отсутствие понимания реальных целей войны против собственного населения. Так, как на этой неделе зафиксированы следующие факты. Убийство 10 октября в зоне ответственной 58-й отдельной моторопехотной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного Красногоровка по приказу начальника штаба 12-го отдельного батальона Телегая одного украинского военнослужащего. Саботаж в течение недели приказов командира подготовка бунта военнослужащего 23-го отдельного моторопехотного батальона 56-го отдельной моторопехотной бригады где социрован в районе Новоселовка против командного состава батальона из-за жестокого обращения к ним и систематически удерживания значительной части денежного удовольствия. Убийство 11-го октября в районе населебно-коминтерного военнослужащего 36-го отдельной бригады морской пехоты пьяными карателями террористической организации АЗОВ. В течение этой недели украинское руководство продолжило нарушать достигнутые минские договоренности, демонстрируя своими действиями нежелание мирного разрушения конфликта и наивно полагая, что Донбасс можно покорить. Этого не будет никогда. Продолжение следует...